Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел бы показать одну маленькую детальку. Использование вот таких вот системы поилок, так сказать, очень удобная вещь, но она требует обслуживания, скажем так. Я как-то раньше не обращал внимания. Надо регулярно его чистить за лето, мне уже второй раз приходится прочищать. Ну, в принципе, операция несложная, занимает буквально 5 минут. Что мы сейчас сделаем? Вот сюда покажи. Тут у нас краник стоит, мы им сейчас перекроем воду, чтобы она не вытекла вся. Да что ж такое? Видите, не очень часто эта операция делается. Соответственно, все немножко, скажем так, не очень легко крутится. Вот проток. Все, давай там снизу. Теперь снимаем. Сейчас мы его просто открутим, разберем. О, видите? Тут еще один момент. Отчасти это зависит, конечно, от чистоты воды. Но основная проблема в том, что кусок трубы вот этот, он-то металлический идет. А если все основной металлопласт, то этот кусок трубы из металла сделан для того, чтобы свиньи не поломали больше. И, соответственно, ржавчина по-любому появляется. У меня не было возможности сделать это все из какого-нибудь там чудо нержавеющей стали. Наверное, стоило бы, может, даже как бы его... Снимаешь, да, Фильм? Угу. Из нержавейки все это сделать. Ну, май-мошамой, вот так скажем. Из-за того, что это у нас все разборное, особых проблем там разобрать, помыть его не составляет. Сеточка уже, хоть и была из нержавейки, приказала долго жить. Ну, в принципе, вот такая несложная операция. Кстати, вода вот эта, что вытечет на пол, она никак не повлияет отрицательно нашей подстилке. У нас сейчас очень теплая погода, жара, поэтому она, в принципе, подстилка отчасти впитает, отчасти не надо будет мне наливать сюда воду, потому что с наступлением жары она даже немного пересыхает на поверхности, что не очень хорошо для ее функционала. Ну, в принципе, вот такая несложная операция. Но ее надо регулярно проводить, потому что кормежка идет у меня сухим кормом, соответственно, свиньи очень плохо переносят отсутствие воды, а так как вода на дыче, они начинают... Ну, я смотрю, короче, вода не уходит из резервуара. Если это хорошо у меня резервуар, а если бы, допустим, у меня было... Вот видите, как хорошо потечет. Если бы у меня стояла эта самая... Система была подключена к системе водоснабжения, то есть под давлением вода подавалась, я бы даже не знал, что это произошло. Поэтому будьте внимательны всегда. Обращайте внимание. А лучше раз там в 2-3 месяца прочищать это все дело. Повторюсь, все из-за того, что вот кусок трубы у меня металлический. Он в любом случае ржавеет, и эта ржавчина забивает отверстие. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Пока че.